Безусловно, разница очень большая, потому что месяц назад, ну или около того, мы приезжали просто с идеей, а за этот прошедший период горожане очень активно поработали. Понятно, что администрация была включена, но именно костяк рабочих групп составляли активные горожане. Для разработки комплексного плана улучшения экологической обстановки, качества воздуха, были созданы несколько групп, и они были наполнены неравнодушными жителями. Это очень правильно, это очень здорово, и все эти идеи, все те предложения, которые сегодня были озвучены на совещании, презентованы, они в большей части это в точку. Другое дело, что все равно придется ставить приоритеты, и итоговый план должен быть просчитан, должен быть с суммами, должен быть с эффектами. Предстоит еще большая работа, потому что бы весь этот комплекс идей привести в документ, который станет планом работы. Но вот к настоящему этапу назаровцы проделали очень хорошую работу, прям замечательную. Дальше уже нужно с министерством отрабатывать, и опять же вместе с жителями говорить о том, что будет сделано в первую, что в вторую, что в третью очередь. Поскольку стоимость этих идей, стоимость этих решений очень высокая. Безусловно, разово это все сделать невозможно. Потому что вопросы, касающиеся дорог, модернизации предприятий, вопросы, которые касаются комплексного благоустройства, не совсем экологии, но очень важный аспект. Вопросы уборки, мусора и так далее. Все это вместе набегает в очень внушительные суммы. И понятно, дальше опять же открыто вместе с горожанами нужно решать, что будет под номером 1, под номером 2 и под номером 3. И вот уже определившись с этим, действительно план станет реальной частью развития города. Вот некоторые решения, которые, как я говорил, они не совсем экологические в части благоустройства. Они, конечно, про экологию, если мы посмотрим всю цепочку. Потому что дороги нужно, улицы нужно убирать, потому что все летит в воздух, это пыль. То есть в любом случае экология. Но, срок говоря, формально, благоустройство это благоустройство. Но этот блок мы тоже бросать никаким образом не будем. Я полагаю, что в плане, если он даже попадет, он не будет номером 1. Но этим надо заниматься и вместе с краевыми структурами, вместе с институтом города. Есть у нас вот такое сообщество архитекторов, которое помогает городам находить эти комплексные решения, чтобы все делать сразу и правильно. Пусть чуть меньше, но зато это будет и с озеленением, и с тротуарами, и бордюрами. Улица так улица отремонтирована. Вот эти товарищи из Красноярской приедут сюда, здесь мы проведем, начнем эту работу и какой-то, может быть, блок работы пропишем очень подробно. Ну, там, допустим, по озеленению это немножко проще, чем и по деньгам, и по мероприятиям. И эффект довольно быстрый, внушительный. Были предложения по транспортным развязкам, предложения по стимулированию перехода на газ и так далее. Очень много разных идей, разной степени проработанности, просчитанности. Я бы, со своей стороны, ничего бы из плана не выкидывал, вот из того, что есть, но просто бы понимал, что это можно сделать быстрее, что медленнее, что мы сможем, чему мы сможем уделить внимание завтра, а за что нужно образоваться вот прямо сейчас. Вот, мне кажется, сейчас до 1 июня вот как раз вот такой документ мы должны передать в Министерство экологии, потому что к 1 июня ждут уже готовый план. Ну и, собственно, с Министерством экологии тоже готово с министром общаться, готово подключаться, помогать все это, обсчитать, сделать правильно. А какие-то совсем неожиданные предложения были? Совсем неожиданные? Ну, наверное, нет, потому что в целом-то проблематика понятная. Марсиан из космоса никто вызывать не предложил. То есть подход был разумный? Очень разумный, они сложные некоторые решения, длительные, дорогие некоторые решения, но они не фантастические, они все из жизни, и в этом как раз, собственно, и здорово, что этим предлагается наполнить план, конкретными вещами, конкретными и понятными. Спасибо. 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 Спасибо.